Добрый вечер, дорогие телезрители и друзья. Программа «Главная» начинается, и я с вами Сергей Скрипник. Сегодня у нас в студии гость Рената Усатый, председатель партии, по-молдавски сказать или по-румысски, или по-русски, как вы считаете? По-молдавски и по-русски партия «Ду Ностру» наша партия. «Партиду Ностру» наша партия. Добрый вечер, Ренат. Добрый вечер. Ваше появление в политическом небосклоне произвело определенный фурор, наблюдая за той реакцией ваших друзей и ваших недругов. Это меня не удивило. За все годы, которые я прожил, я знаю, что в первую очередь сопутствует нашему менталитету. Это как предательство, воровство и очень-очень много наношизма, куматризма. Но если говорят так, что я-то уйти, и честопын есть, и афурат пентрука Саша, кутрии и та же. Ладно, не будем на молдавском, потому что хочется вставлять русские слова. Ренат, а чем обусловлено ваше появление в Молдове после такого долгого перерыва? Во-первых, хочу вас поблагодарить за приглашение, потому что на самом деле сегодня практически нет возможности говорить на русском языке для русскоязычной аудитории нашей страны. Когда-то меня критиковали, когда я приходил к вам на первую программу в 2014 году. Все говорили о том, что я колусатый, ну, ворбежьте, либо дистанте. Я язык подучил. Да, я молдаванин, который учился в русской школе, потому что в поселке Сахарный завод, где я вырос, другой тогда не был. Но то, что происходит со страной с 2014 года, когда я появился в политике, когда также было много обсуждений, много сплетий, много инсануаций. Меня же постоянно все эти годы пытались кому-то привязать с 2014 года. Я прожил очень много лет в Москве. После паузы, после моей отставки с должности Мара Бельца в 2021 году, после плохого результата нашей партии на парламентских выборах, значит, я принял решение взять паузу и дать возможность и правящей власти, потому что у нас со времен Воронина, скажем так, произошел первый случай, когда, то есть второй раз повторилась ситуация, когда одна партия имела большинство и получила все ветви власти. Плюс граждане страны также решили, что в оппозиции они хотят видеть блок коммунистов-социалистов и партию Шора. Поэтому я был, я обязан был уважать мнение граждан нашей страны, всех, и тех, кто нам нравится, и кто нам не нравится, и дать возможность проявить себя и правящей партией, и оппозициями. Что мы получили? Мы получили правящую партию, которая, небольшая часть из них коррупционеры, но основная часть из них совершает больше ошибок, чем коррупционеры, и приводит, я скажу, к большему ущербу для нашему страну, если говорить про экономические показатели, про то, что в стране на грани взрыва уже социальная бомба. Значит, с другой стороны мы имеем оппозицию, которая, раньше она как будто боролась с плохотником, то они рвали карту Румынии, то еще что-то исполняли. Вот вчера, когда злорадствуя, там, фракция ПАС, абсолютно нелепо, бестолково, и, как всегда, для того, чтобы отвлечь внимание от граждан, от основных проблем нашей стране, принимает, полезли в очередной раз в конституцию нашей страны, говорит, ну, и экзиста лимба, молдоневская лимба, румына, и оппозиции у нас в зале нет, вот, а те, кто боролись, дрались, типа боролись, типа дрались, выходили на трибуны и так далее. Поэтому, увидев, что у нас абсолютно, абсолютно идиотизм, в части реформ, в части, что произошло с генеральным прокурором страны, стая ногла, да, и, видя, что делает власть, и, видя, абсолютно, там, оппозицию импотентов, которые, ну, по-другому их не назовешь, которые, как всегда, имитируют борьбу, переживают за людей, заходят с инициативами, которые у них была возможность было принять, когда они были у власти, если говорим про коммунистов, социалистов, которые были у власти до прихода ПАС, не важно, как бы были социалисты с демократами в коалиции, или с Шором, или с кем-то еще. Самое важное, какие бы ни были спекуляции, сплетни вокруг меня, Сергей, я в Москве жил в своем доме очень много лет, последние годы моей жизни в Москве. Я не жил на съемной квартире уже, как много лет назад, когда я туда только переехал, я жил в своем доме, у меня был абсолютный комфорт, у меня был нормальный, постоянно развивающийся бизнес. После паузы в 2021 году я какое-то время находился в Объединенных Арабских Эмиратах, в Румынии, где я хочу заняться строительством железных дорог, потому что для этого у меня все знания, необходимая команда и весь потенциал. И я понял главную свою проблему. Вот как многие не понимали до того, как я стал политиком, когда приезжал ЦОПа в Москву, и я все годы живя в Москве, продавая паркет на рынке, Каширский двор, и когда у меня уже появились деньги, появилась возможность часто летать домой, я все годы в Москве пел «Веница, Касса, Мои Купе». Это один из гимнов моей жизни, ну, кроме гимна, да, нашей страны, потому что не смогу я нигде жить. Вы поймите, если я не смог жить там, где было все уже очень хорошо, нельзя сказать даже, что я усатый был средним, да, каким-то там человеком по доходам, там, окружение, значит, да, у нас грязь, да, есть много проблем в Кишиневе, в Фолеште, в Бельске, но я все-таки буду жить в нашей стране всю свою жизнь, а если я хочу жить в нашей стране, то мне не все равно, кто и какие руководит. Вот и вся ситуация, почему усатый вернулся. Вот неужели вы считаете, если мы видим прогресс, да, вот вспомните 19-й год после бегства Плохотнюка из страны, когда была первая коалиция, Блока Кум с социалистами тогда, да, реально были ожидания у всех, у бизнеса, у простых людей, все, вот Плохотнюк, который был главным злом страны, тираном, с карманными ментами, мусорами, прокурорами и так далее, вот все, он ушел, и вот сейчас страна зацветет. Коалиция, вы помните, продержалась буквально месяца 4-5, она развалилась, и потом начались опять, начался вот этот весь секстур вечной молдавской политики. Социалисты сначала с Филиппом, с демократами свадьбу, там друг друга начали кидать, переходят коалицию с Шором, и дальше то, что произошло, когда основная часть граждан страны проголосовали не за Майя Санду, включая меня, а проголосовали против Додона, я знал и знаю многих русскоязычных, которые ненавидят Санду, никогда не были ее фанатами, к ней претензии, в том числе высказывал я, когда там закрывали школи в стране, еще во время правительства, филаты и так далее, но люди шли голосовать против Додона, и вот то, что делала предыдущая власть, привело к тому, что сегодня у них 63 мандата, у партии Майя Санду, они творят все, что они хотят, а самое страшное, что этому никто не противодействует, как сегодня партию ПАС абсолютно устраивают протесты Шора, потому что у них есть возможность кричать, не то, что на всю Молдавию, они кричат на весь мир, дестабилизация, хотят украсть европейский вектор, русские танки и так далее, но их сегодня Шор, это главное спасение, почему? Потому что из-за того, что Шор организатор протестов, ни одна партия здоровая на голову в них не участвует, и очень многие люди, которые сегодня готовы разорвать на части, и часть правительства, и президентуры, и так далее, но из-за того, что Шор является лицом и организатором этих протестов, туда не идут. Почему были другие протесты в 16-м году? Потому что был усатый Додон Настаса, если бы... Не-не, выходили вместе, то есть и как-то... То есть условно, у каждой части протестующих, людей, которые приезжали, то есть кто-то приходил по призыву Додона, кто-то Усатого, кто-то Настаса, потом даже Санду в них участвовала, ну, в какое-то время, она никогда не выходила на сцену, но она приходила и сказала, сегодня такого не происходит. Я имею в виду объединение, скажем так, но я вас уверяю, что вот эта пауза, от которой выигрывает пас, ну, всех пугать Шором, и пользоваться ситуацией, что с Шором не выходят ноги. Знаете, даже есть очень много открыто настроенных проевропейских граждан, которые говорят, но, Сергей, ну, они говорят, да они ж ку Шорну мадук, то есть это люди, которые говорят, и то, что... Но мне не нравится то, что они все говорят, что Шор привозят только за деньги, я говорю про то, что партию Шора нужно запретить 16-го года, когда даже Плохотнюк обвинил их в краже миллиарда, которые там, Влад с Иоаном были партерами. Так, мы перейдем, давайте на эту тему чуть-чуть позже. Грината. Да, все, заканчивай. Но сегодня они их не запретили, и они сегодня пользуются тем, что это пока только Шор. Но у Шора в один день закончатся деньги, или просто не перестанут выходить люди. А часть людей, которые выходят сегодня, пользуются его транспортом бесплатно, потому что не все приезжают за деньги. Я уже вижу ситуацию в некоторых районах, где люди просто возмущены, нечем платить, элементарно оплачивать счета и так далее. Плюс они придумали эту бутафорию, требуем оплатить счета за три месяца и так далее. То, что не делал, нет. Давайте обсудим чуть-чуть позже. Давайте. Потому что я спросил причину вашего появления здесь, ну и вы ушли дальше. Чуть-чуть. Нет, я сказал, что я хочу жить дома, мне не все равно, кто и как. Ну хорошо. Но когда победила Майя Санду, вы пришли с цветами ее поздравлять? Сергей, это была интер... Послушайте, я также пришел с цветами Кирини Влах. Почему кто-то всегда вырывает из контекста какие-то мои жизни... Я к любой женщине, сейчас они опять начнут это феминизмом, нельзя и так далее, на инаугурации, когда приходил на день Гагаузии в дворец республики Бриджи, я ко всем женщинам, руководителям хожу с цветами. И это было и в примарии Бельцы, и когда я живу в Москве. То есть я подарил цветы женщине. Где здесь проблема? Политик, политик должен всегда ожидать, что его слова будут интерпретированы в любом виде. Да, и детство. Я согласен с вами, потому что вот, пошел к ней, желтыми... Есть еще и другое, где там часть не очень умных людей, к сожалению, но я вечно назовусь, пишут, усатый, ты продал 260 тысяч голосов в Майя Санду по заданию американцев в Румынии. 16 процентов. 17, да. 17 процентов. Да, ну в голосах это было почти 260 тысяч. И вот когда я начал общаться сейчас с людьми в социальных сетях, я подключал вот прям всех подряд, не важно, провокатор, я не знаю, кто хочет задать вопрос. Вот вы продали, я говорю, стоп. Я говорю, вы в первом туре за кого голосовали? Говорит, за вас. Поэтому и не рычать. Я говорю, за кого голосовали во втором туре? Один человек говорит, а я не ходила. Я говорю, а продал ваш голос? Нет, блин, точно нет. Другая женщина подключилась. Вот вы продались, там нет... за кого голосовали, за меня? Но вопрос не об этом. Не, ну а как? Рената, дорогой, вопрос не об этом. Если я... Вот ваше появление. Я единственное, что я сказал... Какова цель? В том, что я был... Послушайте, если бы у нас нормально шло развитие страны, если бы хотя бы что-то было разблокировано из тех инициатив, пока я был длительное время мэром города Бельца. Я смотрю, только сейчас единственное, что изменилось за 8 лет, некоторые здания, которые были на балансе Министерства экономики, Министерства образования, начали передавать Бельской мэрии. Хотя мы об этом, в принципе... То есть, просто полный игнор. Все ищут голоса в предвыборную кампанию, еще рассказывают про объединение общества и так далее, и так далее. Потом каждого куда-то заносит. Я говорил перед президентскими выборами, перед первым туре. Ребята, запомните, что ждет нашу страну? Если выиграет Дадон президентские выборы, Дадон корабль под названием Республика Молдова уложит на левый бок. Если выиграет Майя, не выходя из порта, он как даст правый бок, что оттуда повылетает абсолютно все, что есть на этом крыле. Молдове нужен корабль, который идет по центру, реально по центру, который не будет слушать ни русских, ни американцев, да никого не будут слушать, а будут слушать только людей, которые его избрали на эту должность. А у нас все строят из себя народных кандидатов, а сегодня служба информации и безопасности, там, каждое посольство имеет по тому этажу сотрудников. Если, я в 14-м году в программе прописал, что нужно ликвидировать центр по борьбе с коррупцией как главный источник коррупции в стране, и все говорили, что я плохой, его создали американцы для транспортирования, а кража миллиарда, ландромат, самые громкие, скажем так, преступления, которые сделали нас известными на весь мир, да, значит, центр по борьбе с коррупцией, у которой должно было быть гореть красным, после этого нужно было сразу ликвидировать, то есть сейчас я говорю уже о ликвидации и СИБа, и СИБа, и на месте из этих двух структур там есть нормальные офицеры, и в ЦБК, и в СИБе, в том же СИБе сегодня, чтобы вы понимали, мне было интересно для себя понять, есть порядка 35 человек, которые реально работают, наверное, технический персонал, где-то операт, технари, спортеры, специальные технические мероприятия, ну то есть люди, без которых вообще не может существовать ни одна спецназа, все остальное там, просто на перегонки пойти куда-то слить, настучать, засадить, открыть телеграм-каналы друг против друга, то есть нет, это нужно все ликвидировать, одну здоровую структуру, и чем больше времени проходит, с 14-го года, я имею в виду, когда начал, тем больше сейчас люди подходят тому, что только, пусть не большая, но спецслужба, но которая наведет такой фурор, и в стране, и за ее пределами, когда на президентских выборах в Израиле за меня проголосовало 55 или 60 процентов голосов в первом туре, я начал разбираться, и вы знаете, я был шокирован, в хорошем смысле слова, когда подключили меня какие-то группы в Одноклассике, ребята, это как вообще, просто, что побудило на всех участках, вот в таком количестве, это вера граждан Молдовы, которые работают там, в израильские спецслужбы, а я говорю про аналог МОСАДА, потому что, да, я всю жизнь, я это никогда не скрывал, я изучал историю там разных спецслужб мира и так далее, и то, что делали они, особенно за пределами Израиля, я всегда, у меня было два таких примера в жизни, один это Глеб Жеглов, Высоцкий, а другой Шарапов, Шарапов это пас, вот сидеть, что-то там чесать, рассказывать, изобретать вечную борьбу, понимаете, и Жеглов, мне импонирует Жеглов, МОСАД, и мы подходим к тому, что это нужно создавать, когда я в самом первом интервью у вас в студии, у меня их было два, там 13-14 год, когда я сказал, две вещи, Сергей, вот посмотрите, первое, внешний долг Молдова составляет 3,5 миллиарда, пройдет еще несколько лет, внешний долг перевалит за 8 миллиардов, и Молдова может перестать существовать как государство, все эксперты в экономике говорили, что УСАД и несет бред, так же, как и в мае 14-го, я говорю, вы знаете, что сейчас началась самая большая кража из наших банков, пожалуйста, уважаемые граждане Молдовы, бегите в банки Шора, Бемы, Сучалы и так далее, забирайте бабки, оттуда выносил, и вы мне задали вопрос, Ренед, вы понимаете, что вы сейчас можете подорвать банковскую систему, поэтому технически программа была снята с прямого эфира, она появилась потом, да, она появилась, и вот эта часть, то есть, я говорил, я устал говорить о том, что, ребят, произойдет туалет, но когда, после моей отставки, перед тем, как взять паузу, на одном из телеканалов, я выхожу, ребят, короче, спину устроил в Питере, то, что он делает, это полный бред, будет абсолютно, не то, что жестокий, будет разрушительный договор по газу для нашей страны, эти не понимают, что они подписывают, проблема будет в энергетическом секторе, стоимость кубометра газа через несколько месяцев будет 17 литров, опять все вышли и сказали, да что усатый несет, и так далее, а он стал 16,5 или 18, то есть, а сейчас у нас вообще 30, понимаете, то есть, когда некомпетенция приводит к тому, что часть граждан нашей страны находится не просто за чертой бедностью, а становится нищими, попрошайками, люди вытащили последние кубышки и так далее, меня-то беспокоит, да, сейчас я понимаю, что опять получу вал критики за то, что ты говоришь, Сергей, я не смотрю на цены в магазинах, лет 15, богатый человек, нет, не богатый, Сергей, потому что когда-то, когда мама мне давала 5 лей, которая до ночи давала частные уроки английского, чтобы помогать мне, как студенту Бельского горосуниверситета, мне родители теми деньгами давали 5 лей в неделю, и то это было много, многие дети дожитые, мама это мне 5 лей, потом там 15 лей в неделю, это были большие деньги в 95 году для нашей семьи, и я всегда стремился к чему-то, никогда этого не стеснялся, и тогда, когда я покупал единственную там какую-то там импортную шоколадку, как тогда там, не в Керсе, или в Марсе, не помню, когда же наступит день, когда я смогу и купить много, и в Москве, когда я работал на стройке, когда продавал паркет, и когда я ездил в магазины Феррари, Бентли, тогда Роллс-Ройса не было, и все с меня смеялись, они видели по моей одежде, по мне, что я не могу даже арендовать такую машину, не то что купить, да, я себя всегда злил, и говорил, что я должен сделать все, чтобы мои родители, которые отдали школе более 40 лет, и мама, и папа, чтобы ничем не нуждались ни мои дети, ни они, и так далее, и я хочу, чтобы сегодня люди не дурили компенсациями, я хочу, чтобы как можно больше людей не смотрели, сколько стоят хлебушек, литр молока, палка колбасы, так как это делаю я много лет. Тогда возвратимся к вопросу, цель, я раскрою, чуть-чуть скобки, цель какова? Участвовать в местных выборах на должность мэра, примара Бельц, или, или возродить уже партию ваших приверженцев, и готовиться к парламентским выборам, это вопрос серьезный? Очень, значит, по порядку, первое, да, мы, безусловно, должны готовиться к местным выборам, но мы готовимся не так, как готовятся другие наши оппоненты, которым лишь бы набрать больше кандидатов, показать много примаров, и так далее, и так далее. Мы в 15-м году уже выигрывали первое место в стране по количеству выигранных городов, на первых местных выборах, в которых мы участвовали. В 19-м году, когда был блок победителей режима Плохотнюка, социалисты с Майя Сандо и с Настаса, мы отстояли все эти города, даже те наши примары с Гагаузи, два человека, там, Чадырлунга, Камрад, которые выиграли со мной в 15-м году, и там Плохотнюк засунул их до Дону, или заставок туда уйти, пугали угол, то есть, все наши выиграли еще один мандат. Это что значит? Хорошо отработали четыре года, потому что первый раз ты можешь рассказывать, второй раз, что приезжала Ирина Влах с Додоном, Гречаной, в Вулкане, где Виктор Петреогло выиграл в первом туре, против Додона, Влах и Гречана. Также мы выиграли все наши города, куда приезжала Санду, как пример, или Додор, президент. Мы показали результат. Сегодня мы должны, я должен, обязан помочь нашим коллегам, которые почти все решили идти дальше, на еще один мандат, некоторые уже на четвертый. Мы должны помочь им, и мы должны побороться в тех городах, где есть проблемы с местными избранниками. Я выходил несколько раз публично, говорю, перестаньте заявлять о том, что каждая партия обязана иметь кандидата везде. Полный бред, идиотизм. Наши примары, они выигрывали с первого тура по 70%, и вы увидите на этих выборах, большая часть опять выигрывает выбор. Бельцы мы должны выиграть не из-за того, что это мой каприз какой-то. Я говорю, ваша крепость, так называют. Бельцы мы обязаны выиграть для того, чтобы продолжить то, что там начало сделать, начал делать я в 15-м году, и то, что происходит еще не там, у Бельчанов вызывает ряд вопросов. Поэтому я не хочу заострять внимание, но Бельчане дадут оценку на предстоящих выборах. Если сегодняшний мэр города очень хороший, значит, он теоретически выборов сегодня должен выиграть. Правильно? Если он не так работал, как надо, то он эти выборы проиграет. Он вообще-то мэр с проблемой. Знаете, с какой? Когда убрали Марину Таубин, он с каким-то минимальным количеством вдруг стал примаром. Да, 7% тогда участвовал. Это же ужас. Он с тем, кто возглавляет партию, в которую он перешел, представляет это как большую победу. Какую партию он перешел? Он сейчас главная проевропейская оппозиционная партия страны. Партия мы вместе работали, мы через многое прошли, но есть одна единственная вещь, которую я в жизни никому не прощал и никогда не прощал. Вот и все. он получил... Так Бельцы, меня сейчас интересует крупный город на севере. Бельцы это не только город самый крупный, русскоязычный, в большинстве своем. Ну сейчас 50 на 50 на самом деле. Будем говорить, что там общаются на русском языке, на украинском и на молдавском. Пока. Что? Потом будет румынский. Стратегия Глигора и Григоришина, которые они говорят, что мы Григоришина единственная, кто победит режим Шора, они уже Шора режимом называют, преподумают ему планку. Послушайте, пусть они не пережат и не несут этот бред, потому что с нашим участием в выборах, с участием нашего кандидата, нашей партии в Бельцах, нет никаких шансов выиграть. А я вот смотрю за Бельцами, слежу. Слежу я за Бельцами. За Бендерами, не за Тирасполем. Знаете, проблема в чем, что я смотрю, как развивается общественное движение за Бельцами, где Максим Марошан приобретает очень много сторонников, которые могут на этих местных я видел в социальных сетях то, что они помогают ветеранам Великой Отечественной войны, делают очень много благотворительных акций, но я считаю, что они просто не успеют. Почему? То есть, может быть, ну потому что... Это уже год продолжается. Год продолжается, но еще раз, вы поймите, ШОР раздавал в сто раз больше, чем это общественная организация, я имею в виду, если говорить про объемы продуктов питания, нет, я говорю про количество продуктов питания, потраченных денег и так далее, я не сравниваю их пожелания, или... А личность Максима Марошана? Да, для меня неизвестно. Это не будет потом со временем какое-то, ну как говорится, у вас, вырванные из контекста какие-то его неблаговидные дела, как вы считаете? А я не знаю этого человека. Не знаете, да? я его не знаю, я слышал про него. Но вы наблюдаете за... Да, я наблюдаю за всем, что происходит и не в Бельцах, и во всей стране. Я другое хотел сказать, что ШОР даже... Почему я сказал не успеть, закончу мысль. Потому что при даже тех деньгах, которые тратил ШОР, а мы говорим про десятки миллионов, да, значит, удалось покорить 6% населения, даже меньше 6%. Я имею в виду на последних выборах. Поэтому они далеки от тех денег, которые тратил ШОР, и поэтому просто, я думаю, не успеют. Ну, на этих выборах точно как-то. Ну, это... Послушайте, вот пусть каждый делает то, что они считают нужным. Для меня важно другое. Не важно, будет этот конкурент, либо другие участвуют в выборах. Я очень бы хотел, чтобы следующие выборы и местные выборы, и парламентские, чтобы это были выборы реальных программ. Вы будете участвовать? Партия будет участвовать обязательно. Потому что я хочу слышать вопросы по существу. Не, правильно, Сергей, но мне, чтобы участвовать, мне нужно определиться. Во-первых, мы хотим провести летом Конгресс. Невозможно быть председателем партии и мэром в одном лице, потому что ты теряешь либо одно, либо две. Это вы по своему опыту. Да, я по своему опыту, и я об этом говорю публично, с этим столкнется и Чабан в Кишиневе. То есть, если хочешь быть председателем партии, нужно везде открывать структуры. Сегодня ты в Коголе, завтра в Камрате, послезавтра в Единцах. То есть, это предполагает постоянно, если захочешь работу... И забыть работу в Кимаре. и забыть работу. Или, наоборот, ты стал мэром, и я мэром Фолешта, мой родной город, в 30 километрах от Бельс. У меня получалось приезжать на храм, он 22 мая с Бельсами в один день, и к родителям летом, потому что они с Кишинев. То есть, несмотря на то, что рядом, какие ячейки мы можем говорить, Когул, Резина, Гагаузи, то есть нет. Поэтому появились проблемы, и если будет кандидат лучше меня, которого коллеги посчитают, что вот появился новый локомотив партии, нет проблем, я не хочу встретить 80-летие, как Воронин, в должности председателя партии. Вот такого желания, амбиции у меня точно нет. Понимаете? Вот и все. Это тенденции во всем мире правят старики. Ну, это то же самое, знаете, как то, что в молдавской политике часто на работу нанимают родственников, это не коррупция, это просто трудовой семейный подряд или что-то. Я вам скажу так, что они, приезжая за границей, они теряют большие заработки там, чтобы здесь работать на 900 евро. Мы уйдем на рекламную паузу, потому что время пролетело, уйдем на рекламную паузу и продолжим нашу интересную беседу, потому что вопросы к вам еще есть. Рекламная пауза. Вот, закончилась реклама, смотрю я, и мы продолжаем нашу интересную беседу. У вас интересный, такой человек неоднозначный. Вот вопросик. Вы ездите за границу, насколько я понял, там, где находятся наши молдавания, работая, встречаетесь с ними. Вы считаете, что они на сегодняшний день помогут возродиться в вашей партии? Нет, я считаю, что они помогут возродиться в стране. Для меня это важнее. Объясняю, чем? Привожу три конкретных примера. Молодой человек с Северомолдави, менее 30 лет, айтишник, занимается автоматизацией предприятий в Евросоюзе. Другой молодой человек, Валерий, район Акантемир, 45 лет, 22 года строят скоростные магистрали, дороги, тоннели, мосты в Германии. Вы понимаете его уровень подготовки? Участвует в работе? Не, не участвует. Один из руководителей. Там не один руководитель вообще, Сергей Чёрнов, принятый. Он работал и на государстве, и в частных структурах. Еще раз, одно дело, делать дороги можно тоже просто лопатой работать. Это тоже, да. Нет, это человек, который получил высшее образование в Молдове, политех, еще наш, зацепил он, скажем так, выпуск тогда. Потом получил образование в Германии, и когда я посмотрел, что он сделал, потому что у нас же тоже с дипломами, Гарварда, не Гарварда и так далее, сегодня власть. Я сегодня иду по другому принципу. Покажи мне, что ты в своей жизни сделал, потому что у нас специалисты типа Спыну, да, который всю жизнь занимался офшорами, а начал руководить и Минтранствам, и энергетическим, все коровием. Так должность такая была. Да нет, ну заканчивай. Нет. Вице-премьер. Я езжу туда и говорю с теми, с диаспорой или с теми людьми, которые там при себя сделали. Нет, их называют диаспорой. Мне не нравится эта интерпретация, но, но, вы поймите, смотрите, как я действую. Во-первых, я никогда не публикую место встречи. Что я делаю? Я говорю, ребят, кто хочет прийти на встречу, у кого есть желание участвовать в реконструкции партии, создании структур в населенных пунктах, где их нету, и за пределами, пишите на сайт pn.md. Я исключаю номер телефона. И когда начинают в фейсбуке в других, напиши место, мы тоже вот придем с женой, с детьми, то я говорю, ребят, это не встреча с избирателями. Посмотрите все встречи, что Кишинев несколько дней назад, что Франкфурт, Мюнхен, в Местре чуть-чуть неправильно. То есть, пришло слишком много людей, чтобы я с ними познакомился, чтобы рассказали свою автобиографию, показали, что они сделали. Еще раз, я не смотрю, кто что закончил, потому что есть ребята дальнобойщики, которые, поверьте, на дебатах уложат спыну на лопатки по своему интеллекту, опыту работы и так далее. Поэтому я сейчас сократил формат встречи до 30, потому что все, то, что больше 50 человек, это уже встреча с избирателями. Люди рассказывают свою автобиографию, где учили, что прошли и так далее. Я нашел в области торговли специалиста, женщина из Молдова, она без документов в 19 лет дошла пешком до Италии, ее сажали, били. Сегодня ее предприятие, я не буду сейчас делать рекламу, хочется, честно, знаете, потому что она... Не надо назвать. Не, не, потому что она... Короче, она создала предприятие вообще пяти номер один, представляете, пешком ушла много лет. То есть, когда слушал ее историю, парень в банковском секторе, молодой человек, лоный, работает руководителем в одном из банков с мировыми именем, неевропейских. И когда они честно говорят, я же как им говорю, боец, понятен сенсит, готов вернуться домой? Или ты уже тут? Меня радует ответ, потому что 20% честно говорят, говорит Ренат, уже тут, Коп-Киев, уже там, чтобы вы понимали, я видел свадебные залы, молдавские, построенные, Виталии, Великобритания. Я видел, видел тоже. Первые свадебные залы были в Ирландии, красивые, чисто наши, Мордавские. Да, окей. Ну, Сергей, люди честно говорят, Ренат, ну, я могу позвонить в свое родное село, откуда я, Мродно. Так вы просто знакомитесь, выезжая за границу. Кто регистрируется? Вот на сегодняшний день, могу вам сказать, значит, у нас 600 чем-то CV по всему миру, еще раз, CV, не заявление о вступлении в партию, это не... Профессиональная CV. Да, это не профессиональная CV, я не прошу профессиональной, есть профессиональная рубрика кадровый резерв на нашем же сайте pm.md, а есть, опишите несколько слов о себе, и люди пишут, возраст, образование, профессия, где сколько лет проработал, там, какие степени, и так далее. И, и так же в Молдове пришла девушка навстречу, меньше 30 лет, два высших образования, сейчас получает третье, блок-утинент, мажорный резерв в министерстве с двухмесячным ребенком. То есть, приходят инженеры, то есть профессии, Сергей, которые у нас в стране отсутствуют, вы понимаете, что у нас в стране, если есть еще юристы, адвокаты, плотники, то есть, то дорожников, специалистов некоторых профессий, они у нас просто в Молдове отсутствуют. И то, что люди готовы приехать домой, плюс, почему я не боюсь с новыми людьми, я имею в виду, с которыми нет какой-то истории в жизни, идти вперед, вы понимаете, человек, который уже купил квартиру в Италии или в Лондоне, купил недвижимость своим родителям в Молдавии. То есть, то, что делал я до 2014 года, и он там парень с неиспориентом Якимовский приехал, у парня в Чикаго компания грузовиков своя уже много лет, пункты проката автомобилей, вы понимаете, что этот человек не идет в парламент за зарплатой 20 тысяч левого, он свою зарплату, вот как я, будучи примаром все годы, отдавал пенсионерам, детям и приют для бездомных животных, также вот эти ребята, которые приходят, это люди, которые в жизни добились всего, и люди, которые прошли, все те, кто мы, жили по 6-8 человек в одной комнате, как я когда-то в Москве, кто-то в Америке, кто-то в Виталии, и те, которые говорят, Ренат, я иду работать, я этому просто аплодирую стоя, также тем, которые есть в нашей стране, просто при Плохотнике, я благодарен, кстати, мы еще не закончили про заграницу, время есть, про заграницу, Сергей, то есть 20%, так, когда я прошу, радикат Зворогмена, чинин, с Майн Туарчиной, република, мулова, процентов 20, подумает, 80%, говорит, думал с этой, макар, полумин, и сева, да, сведем, кнукум, все же партии, знаете, диаспора, звиакасы, и так далее, не надо их звать домой, вы создаете рабочие места, не приехав на Пасху, или на родительский дом, увидев работу в селе, сами никуда не уедут, но когда они реализуются, элементарные проекты, для которых сегодня, она в Украине, все новости про бизнесмена, украинцев, которые видел, отобрали на там, оли, 28 тысяч долларов, 100 тысяч евро, видел людей по 70 лет, улетали в Израиль, семейная пара, забрали кучу, забрали 16 или 46, ну, то есть, Сергей, были и 250 тысяч, и больше, когда я знаю, что сегодня во многих европейских странах, сказали, ребят, те, кто с Украины приезжают, что-то покупать, инвестируют, зеленый, а у нас даже нет, не дай бог, какая-то диверсия, не знаю что, короче, счета в банке открывать не могли, нету денег, справок с Украиной на деньги и так далее, до свидания, никто даже не собрал их, не провел, какой-то экономический форум, ребят, там были люди, которые хотели перевести на нашу сторону свои предприятия, в сфере продовольствия, там, косметика, не хватило ума просто всех собрать и сказать, ребят, у кого какие деньги, это в Украине, нет, у нас, у нас, у нашей власти, у нас власть говорит всегда, что создается условие для тех, кто возвращается, я смотрю телевидение, там приехали люди, они очень рады, они работают, нет, да это бред, сегодня, почему бы, я с 14 года, Сергей, говорю о том, что, ребят, давайте из экспертов, эксперты не онджисты, которые уже становятся ругательным словом в нашем стране, да, а люди, которые проработали всю жизнь в банковской сфере, в кредитных отделах, вы понимаете, что лучше, больше количество бизнес-планов, чем эти люди, никто не видел, я имею ввиду, за всю их трудовую деятельность, работу в разных банках страны, сегодня откройте три центра, север-юг центр, для консультаций граждан, которые приезжают с деньгами, неважно, с Москвы, Италии, Португалии и так далее, чтобы ребята говорили, не открывайте в дройке ресторанов, их уже сто, не хватает автомойки, не хватает обувной мастерской, то есть, чтобы хоть как-то их регулировали, а так бричаны приезжают, уже по инерции в крови, надо сажать яблоки, потом они выросли и плачут люди, что за 50 бан лежат на столах, на земле, то есть, Сергей, вы понимаете, что я говорю про то, что сегодня стоит для бюджета нашей страны, даже при всех проблемах, которые у нас есть, вот сегодня, потратив государство несколько сотен тысяч евро в год, на вот три, работу трех таких центров, они сэкономят десятки миллионов евро наших граждан, которые приезжают, бестолково их вкладывают, еще берут какие-то кредиты и потом опять уезжают на 10 лет на заработки, то есть, для этого просто нужно иметь мозги и создавать, в этом нет ничего сложного, понимаете, то есть, у нас никто ничего не придумал, у нас что придумали, взяли, сделали самую дорогую винету на европейском континенте, можно только 6 месяцев, ребят, или сделайте дешевле растаможку, я вот один из тех молдаван, который злоупотреблял недорогой в свое время молдавской растаможкой, я использовал за границей все автомобили на молдавских номерах, Rolls-Royce, Mercedes, Land Cruiser и так далее, почему? Потому что растаможка была, если, например, НДС в разных странах, там по-разному, берем 20%, да? Не-не, ну это в Европе везде. Ну не везде, могу, если бы я не работал, я бы не говорил, даже в том же Франкфурге земля Хессена 18%. Не, окей, я говорю, на продажу автомобилей, когда ты их вывозишься в Россию, за тебя возвращают НДС. Вы говорили об НДС. Да, об НДС, не, правильно, так НДС возвращают. Возвратный он. Да, возвратный НДС. Значит, сделайте чуть дешевле растаможки, как было когда-то, и миллион человек, а это люди, которые больше, зарабатывают больше, чем то, что зарабатывают люди у нас внутри страны, и они будут растамаживать машины в Молдавии, вы денег в бюджет соберете больше, чем при этой тупой растаможке дорогой сегодняшней, раз, два, Тойота РАВ-4, такс и делукс, ну извините меня, я первый говорил про такс и делукс, все машины от 100 тысяч евро, не важно, это Лексус, Мерседес, Бонгарус Ройс, причем, еще сделал бы дороже налоги, чем есть сегодня. Но вот эту бредятину, что они сделали, молдаване любили ездить на иностранных номерах по Европе и по России. Я вот, знаете почему, основная причина, во-первых, дешевле, то есть условно, покупали машину там за 100 тысяч, 20 тысяч получали НДС при вывозе, дома растамаживали машину за 7-8, то есть 12 тысяч у человека осталось по кармане, и главное, молдавские номера ни в Европе, ни в России камеры не распознаны, не приходят в штраф. И это самое главное счастье всех молдавских гастарбайтеров. Поверьте по моему опыту, когда не приходят в штраф, а они кусаются сегодня по всему миру. Про это опять никто не думает, понимаете? То есть сегодня, когда мы говорим про то, что возродить село, когда говорите, зачем ты усатый пришел, я не претендую сегодня заниматься болтовней и реформами, про которые они 30 лет говорят. Я хочу сегодня, как Брежнев, когда-то обуть сапоги, ездить по стране, завняться планом модернизации страны. Если я, например, разбираюсь в инфраструктуре, потому что как-то моя вся жизнь была связана с строительством, железными дорогами инфраструктуры, я никогда не полезу в медицину, я имею в виду детально. То есть, как любой политик в нашей стране, я должен знать какие-то общие, но везде должны заниматься специалисты, и тогда в стране будут хороши. Любой политик в нашей стране, вы сейчас скажете, как любой политик в нашей стране должен знать какие-то... должен знать, да. Вот, понимаете, поэтому я хочу заниматься планификацией. Я понимаю, что сегодня наши села оживут, у нас люди хотят в селах работать, дать им лучик света. Просто скажите, ребята, открываться три за год конторы, которые будут скупать у населения говятину и свинину. А это возврат в советские времена? Почему возврат? Ну как? Нет, стоп. За год конторы, вы сказали. Я всегда говорил, что вектор нашей партии политически, да, это национальный вектор развития. Я никогда не бегал в руках ни с европейским флагом, ни с российским, ни с флагом. Да ладно. Найдите. Не, не да ладно. Вот видите, вот это результат, извините, за ругательство Плохотнюка ТВ. То есть, это они везде сували. А что, изменилось что-то? Не, ну послушайте. Плохотнюк ТВ, все нормально, существует. Я говорю про другое сегодня, что я всегда, я никогда не звал людей ни в Евросоюз, ни в таможенный союз. Вы за Евросоюз, за включение нас как кандидатами сейчас. Сергей. Вы постоянные члены. Сергей, мы сегодня являемся страной попрошайкой, которая каждый год одалживает больше миллиарда долларов. если бы они вкладывали 30% в развитие экономики за долг, потому что весь мир одалживает деньги. И США, и Евросоюз, и РФ, и так далее. Вот, если я сегодня за год конторы, это та часть хорошего, что нам досталось от Советского Союза, то я это буду продвигать. Если мне сегодня нравится региональная система здравоохранения Германии, именно как расположены региональные больницы, для того, чтобы именно достойно качество лечения оказывать для пациентов, понимаете, то я буду брать ее в Германию. Если мне нравится Израиль, то я возьму в Израиле. Если в Объединенных Арабских Эмиратах, я сейчас увидел индустриальный город в Абудабе, они без таможни завозят машины в Евросоюзак, со всего мира. То, что не подлежит ремонту на разборку на запчасти, то, что можно отремонтировать, ремонтировать, и человек, экономический агент, то есть, например, вы, вы не платите растаможку, как у нас, купил машину за 15, еще столько ожидая за растаможку, нет, вы платите налог на прибыль, то есть, делитесь с государством, только, когда вы уже эту отремонтированную машину продали, то есть, когда вы заработали, то есть, пока вы ничего не заработали, никто с вас нечет. Платить не надо. И вот таких проектов сегодня, я же перестал слушать фантазеров, почему я много летаю, Сергей, я реально хочу, вы поймите, как мне в Бельцах рассказывали, будучи марапом, человек пять мне показывали разные картинки про муссо-перерабатывающий завод, я говорю, ребят, все супер, дайте адрес город, где он находится, я туда вылечу за свои деньги, я хочу вживую посмотреть, а то мне уже рассказывали, как газ будут производители, мне никто не дал, то есть, поэтому сегодня, когда я что-то слышу, я люблю посещать международные площадки, форумы, я всегда это делал, и не важно, это урбанистические форумы, или какие-то торгово-экономические, но когда министр экономики приезжает, будет Uber, и откроем магазин H&M, и это говорит министр экономики, и не слово про медикаменты, а там вообще-то были производители крупнейших медикаментов в мире, имея сегодня огромную западную поддержку, я имею в виду нынешний президент и власть, ребят, сядь с Pfizer и скажи, да, в мире подорожали на 7% лекарства, но, прошу вас, у нас несколько миллионов человек, из трех один на заработках, дайте специальную цену на Молдавию, для вас, для Pfizer, чтобы не называть других производителей, вот чем должен был заниматься министр экономики в Давосе, понимаете, а не... скажите, а вот к вам на встрече, за границей, да, на ваших встречах, врачи приходили наши, молдавские, которые в большом количестве выехали отсюда, с Молдовы, знающие, например, я знаю ведущих врачей, которые в Италии, вот врачей, вы знаете, не было, да, Франкфурт точно нет, Мюнхен точно нет, вот в Местре, вот ошибка у меня в Местре была, я реально до ночи с людьми говорил на улице, знаете, ну все-таки 100 человек, еще многие опоздали, то есть... Ну работали, ну что тут поделать, не, не, я имею в виду невозможно с каждым познакомиться, нет, я имею в виду, когда больше, когда большое количество людей больше 100 человек, но врачей не было, по-моему нет, по-моему нет, или были несколько, ну медсестер Виталий, я не помню, но врачей, вот чтобы именно CV я увидел, нет, стоп, есть врач, Виталий, но он был далеко, то есть есть врачи, которые написали, вот CV, на встрече не было, но у меня, то есть я буду работать сейчас по принципу, там 3-4, недели в стране, месяц в стране, потом там на 5 дней буду выезжать в Европу, чтобы охватить, потому что у нас самое основное количество специалистов, опять же, откуда приходят CV, это Франция, Германия, Италия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки, и Ирландия, как же, и приходят, и из Ирландии, и из Бельгии, из Испании, перечисляйте, перечисляйте, не, не, Сергей, пишут на самом деле со всего мира, огромное спасибо, я говорю, основная концентрация, то есть, я имею в виду, да, то есть, я имею в виду, вот с Франции, сегодня смотрел, вместе с тем, то есть, по-моему, 80 CV, то есть, я имею в виду, только Франция, да, Бельгия, там их 2 или 3, ну, то есть, в общем, я поеду туда, куда регистрируются люди, как есть 20 человек, я туда приезжаю, так же сегодня по стране, я, не найдете, ни на одной встрече, неважно, это Сороки, Сороки, Бельгий, приходите в такое время, все, как хотите, нет, все, это уже встреча с избирателями будет, понимаете, то есть, Виталий, поверьте мне, пришло бы 500 человек, а не 120, и что бы я там делал, выступал бы, как Ленин, например, нет, я сейчас, а, реконструирую структуры, где были проблемы, создаю новые, там, где их никогда не было, и, три параллельно, готовлю кадровый резерв, люди до выборов, должно быть, это означает о том, что вы переформатируете сейчас политику внутри партии, правильно, я понимаю, да, я хочу переформатировать, потому что получалось так, что была партия Рената Усатова, условно, как бы, ну да, она так и была, нет, мы готовимся к конгрессу, конгрессе, судя по тому, что вот, считайте, только больше тысячи человек пришло новых в этом месяце, плюс есть люди, кто с нами с первого дня, это есть и примары сел, и примары городов, советники разных уровней, и просто активисты с 14-го года, которые не сломились, не продались, и так далее, значит, поэтому, я вот сегодня вот даже абсурдал, прикидывал съезд партии, и у меня два варианта, либо Бразимбру, либо Арена Кишнева, я сегодня узнал, там 7 тысяч человек, потому что, то есть я, если раньше, например, было 10 делегатов, да, ну, с каждого района, то сейчас, с участием, с условием, так как мы растем, и количество людей, которые, я уверен, прилетят на свет, и за границей, вот те ребята, которые готовы открыто выходить, я хочу их представить, первое интервью про Вестия, ну, неправильно слово интервью, я имею в виду, представить в лайве, да, в социальных сетях, для того, чтобы, когда увидите вы там, другие ваши коллеги, вам же ничего не говорят, их имена и фамилии, потому что люди по 20 лет в Молдавии не живут, они работали там, но, я уверен, что когда вы увидите, какого уровня это специалисты, еще раз, не то, что они обещают, а то, что они сделали за свою жизнь, чтобы они были интересны для вас и для других коллег, чтобы на всех следующих выборах, местных, парламентских, люди рассказывали программы, они как Таубер приехали в Бельц, я наблюдал, но я наблюдал и умирал, Сергей, мы построим нефтеперерабатывающий завод в Бельцах, Марина Белева, так смотрю, ладно, мы откроем, построим аэропорт, вот там, аэропорт вообще находится на территории Рашканского района, ну, я уже об этом не первый раз слышу, да, и не от Марины, Таубер, а других, есть аэропорт Маркулешты, в Рашканском районе, и есть аэропорт в Леводенах, это Рашканский район, уже Рашканский район, нет, это Рашканский район, очень-очень-очень много лет, ну, так погодить, это рядом с Бельцами фактически, нет, все просто путают, в Бельцах тоже когда-то был аэропорт, где сегодня свободная экономическая зона, на обездной, да, вот вы тот наверняка помните, потому что летали маленькие, то есть сегодня там, все там уже сегодня, Драктельмайер, там другие экономические агенты, то есть сегодня, Минэкономики его у города забрал, и там свободная экономическая зона, То есть аэропорт находится в Рыжканском районе, но и Таубер, и некоторые другие конкуренты его обещали, что это Бельцкий, все это Бельцкий, и люди бедные. А что, не хватит Маркулешкова? Нет, вот аэропорт не может. Он используется как аэродром подскока наших коллег с запада. Он сегодня должен использоваться для нас, потому что когда в Кишневе туман, вы понимаете, что взлетная полоса в Маркулешках, она в состоянии принимать даже грузовые самолеты типа Руслан, которые Кишневский аэропорт не может. Вы знаете, в советское время я летел с Москвы, и Кишнев не принимал, Маркулешках наш посадили. Это был военный аэродром, да? Тогда, когда военный был, посадили там самолет, дали нам автобусы и привезли в Кишнев. Но мы, не откликаясь от темы, потому что интерес к вашей, нашей партии, он присутствует. Вот вопрос. Вы встречаетесь с послами Соединенных Штатов Америки и всех других западных ведущих стран? Да, встречался. Расскажите об этих встречах. Сергей. Проблема, знаете, в чем? Что вот, когда, я помню, сентябрь прошлого года пришел новый посол США, я его только тогда и видел, он пришел. И вот сразу подпрыгнули, все, американцы пришли усатому давать инструкцию. А если открываете в Фейсбуке страницу посольства США, то они за ту неделю встречались с социалистами, с Настасой, с Моникой Бабукой. То есть встречались со всеми, а сейчас? И сейчас, то есть я встречался только с послом Германии и Франции. Они вдвоем пришли, они попросили на встречу, спросили. Они к вам пришли. Да, я никогда не хожу. Вопрос. Мне никогда не нравилось, когда то, что Молдова уже очень много лет является полигоном, на котором русские с западниками каждый раз пытались мериться. То есть кто круче партию поддерживает, у кого круче идеи и так далее. Значит, когда я с 14-го года говорю, что позиция нашей партии это постоянный нейтралитет, внеблоковый статус. И когда русские были рядом, я имею в виду с Николаевым Одессой, да? Вознесенск вообще рядом. Значит, и Майя Санду, и все правительство ПАС, только нейтралитет, нейтралитет, нейтралитет. Только украинская армия отодвинула дальше армию РФ. Они все начинают кричать санкции, то, третье. Гроссов уже как артиллерист комментирует каждый калибр ракеты. Послушайте, сегодня и так тревожная ситуация. Гибнут граждане Молдовы, одни воюют за украинцев. И есть граждане Молдовы, которые воюют за РФ. То есть, я говорю, ребят, вы понимаете, что мы должны готовиться к тому, что рано или поздно, как говорил генерал Лебедь, даже столетние войны заканчиваются переговорами и миром. Все коллеги инвалиды, они приедут домой. И вы не сможете отказать ни одним, ни другим. Потому что после... Нет, одним уже откажут. Нет. Закон, который они сейчас о сепаратизме принят. Мне не нравится вмешательство ни одной страны. Когда нам помогают в экономике, даже когда помогают в реформах истиции. Но когда я вижу кучу НПО, которые у нас являются главными... Как же я их пропустил? Вот мне это самое. Я так-то знал, что там есть там секты разные. Но не знал, что это прям такая секта. То есть это мой недочет. Это я тоже заметил и запомнил. Поэтому любые вмешательства в наши дела меня, безусловно, тревожат. Но в то же самое время, когда я вышел и высказал свою позицию по тому, что происходит в Украине, я понимаю, что оно мне нравится. Я никогда не поддерживаю ни одну войну. И я всегда буду за тех, которые защищают свою территорию. Но сейчас вопрос. Правящая партия поставила ребро, что вы должны принять какую-то из сторон. Какую уже указали. Послушайте, я видел всю вот эту пропаганду, которая говорит о том, что если ты против их, то ты вообще сразу или агент ФСБ, или человек Путина и так далее. Послушайте. То есть, ну вот такие они, к сожалению. Какому сожалению? Огромному к сожалению. Поэтому еще раз говорю. Их счастье, что сегодня протестует только Шор. И поверьте, это временно. А в самое короткое время на улице теплеет. И выйдут люди, которые не будут слушать. Ни Додона, ни Усатова, ни Воронина. Это будут проделки России? Нет. Но я читаю. А нет. Послушайте. Выйдут люди, снесут их к чертовой матери. Они не успеют даже багаж собрать. Вы о чем говорите? Послушайте. Там, где русские влезали в наши дела, они всегда влезали в наши дела, так же, как влезали и другие государства. Ровно настолько. Каждый хотел иметь кого-то из своих протежетов или партнеров у власти. При этом мы теряли территории. Заметили, сколько территорий мы потеряли? Где? Ну, Молдовы. Часть большая Молдовы находится в Румынии. А, окей. Молдова с этой стороны. Хатин, Измаил, Килия, так далее забыто. Не говоря о Черновцах. Да, но сегодня, если идти по территориям, понимаете, это тоже... Нет, я говорю потеряно. А, потеряно. Когда вмешивались западники или всех с Востока, теряло только Молдова. Поэтому я не хочу сегодня, когда мне говорят, вот, если ты не хочешь базу НАТО, значит, ты против стабильности. Говорю, послушайте, перестаньте нести этот бред. Я не хочу в Молдове. Ни НАТО, ни 14-й армянин. Я не хочу никого. Потому что... Вы за вывод контингента с территории... Да, их нужно будет выводить. Каким способом? Послушайте, они сами уедут. Как? В смысле, как? Ну, как они уедут? В смысле, как? Тысяча человек. Как уедут? Как приехали, так и... Я не понимаю. Ну, раньше... Послушайте, раньше они прилетали в Кишинево, с Кишинева на ротацию приезжали в Тирасполь. Послушайте. Или с Одессы. Откуда, спасибо, Украине шла техника и вооружение Приднестровью. Да. Не то, что склады там говорят. Да, я... Значит, сегодня... Никто не задается вопросом, откуда появился генерал Лебедь. Через территорию Украины, да. На территории. Как воевал батальон украинцев. Тихо-тихо, уна, унсо. Сергей, я надеюсь, что это ужасная война, которая происходит... Она ужасная война сама по себе. Да, сама по себе. Она закончится. Для меня не важно, покинуть военные через территорию Украины... Просто каким способом? Или через... Я имею в виду мирным. Я не имею в виду, что это будет... Как? Через какую территорию? Или через Кишиневию, или через Одессу? Почему через Румынию? А как? А почему они через Кишиневию? Войсковой контингент российский. Так. Правильно? Так. С Украиной он не сможет переправиться. Пока не может, пока не может. Я же говорю, либо закончится война, они через территорию Украины вернутся, либо для этого из Кишиневской... Мне не интересно, я не хочу видеть ни одной армии. Я вспомнил. Господин Рычан, премьер-министр, первые воинственные его заявления сказал, что прилетят самолеты и заберут наш аэропорт Кишинева, чтобы сменить здесь власть. Да, я слышал. Вы слышали? И про сербских болельщиков. Да, бедных. Что у вас за спецслужбы, если вы боитесь нескольких боксеров из Черногории и группы фанатов, они просто увидели, футбольный клуб назывался «Партизан», и, наверное, опа, русишь «Партизан». Наверное, то есть просто какая-то бредятина, понимаете? Если есть информация, задержите, задокументируйте, и весь мир это покажет по телеканалам, если это реально бригада злоумышленников, преступников, которые... Диверсантов. Диверсантов и так далее. Диверсанты вот есть, они задержаны, а доказательной базы почему-то нет. Я даже не могу понять, почему их назвали диверсантами. Пусть они сходят в гугл и поищут, что означает диверсант. Вы все это серьезно планируете или вас, существующая власть, может склонить на свою сторону? Невозможно. Объясняю почему. Очень просто. Самые сложные годы для нас в политике, это все-таки были годы, когда был плохотнек. Сейчас социалистам выписали по одному штрафу, и они кричат, режимая санду. А когда у нас в одно утро, и Дадуан рассказывает какие-то байки про 55 прокуроров, 150, вот самые... У нас в одно утро прошли одновременно сотни обысков, когда и нас снимали с выборов, и после этого, и то, что мы прошли с кавкалюками, плохотнеками и так далее, поймите, мы получили такую закалку при Плохише. Один примар вчера, Виктор Богатько, мэр Рыжкана, встречался с ними, с его супругой, они мэры двух городов, Дроки Рыжканы. Он говорит, ты знаешь, вот единственный плюс, который мы реально должны признать за время Плохиша, те годы, слушай, они нас научились работать, все ходили с зашитыми карманами, все перепроверяли документы по пять раз, чтобы хотя бы техническую ошибку не... потому что любая ошибка, вспомните, примар Тараклей Филиппов, не там срубил деревья, уголовно делал, чем поешь, Валентин, примар Басарабяски, наш коллега, изнасиловали кто-то там в семье не очень хороших людей своего ребенка, примара посадили за то, что он допустил, упустил изнасилование домов, то есть, ну, и при Плохише нас настолько научили и писать отчеты в ЦИК, и работать в мэрях, и так далее, и так далее, поэтому сегодняшняя власть после Плохотнюка, это для нас такие пьяные лебеди, знаете, то есть... Но пьяных лебедей у нас много. Да, нет, ну слушайте, нет, послушайте, да, они действуют нагло, они действуют цинично, плюс, вы поймите, для меня главный сюрприз Ричан, премьер, он был министр внутренних дел, когда Циповича закрыли за то, что якобы мы в Фейсбуке готовили убийство Кавкалюка, молотовые коктейли, когда Антифа, Петренко, там, гранатометы, автоматы, и мы, я с ними готовил Донецк Лугану. Не, гранатометы были у другой. Не, 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 стоять, там, что-то, 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 котовцы в Бельцах, помните, 26 или 16, которые готовили запасы? Они тут забрали в филармонию, лучше бы ее забрали, она бы не сгорела. В филармонию правительства, то есть, Сергей, как вы считаете, после такого террора можно бояться этих и желторотых, нет. Сегодня наша задача, еще раз, что доказать людям, но доказать на примерах, я буду стараться вот все, что мы будем предлагать, показать, где кто-то из нашей, там, членов нашей команды это реализовал. И не важно, это дорожник Германии, автоматизация предприятий Виталий, но когда они элементарно забраковали, я предложил, купил за свои деньги, Виталий установил дома, значит, аптечный киоск, холодильник, и снял ролики при выборах. Такой аптечный аппарат в примарию каждого села, он занимает полтора квадрата, помещалось около ста видов медикаментов основных. Ну, тема бомбовая, понимаете, то есть, в каждом селе человек не будет искать цитрамон, димедрол, там, обжегся от печки, там. Ну, понятно, повязался там. То есть, не надо брать в центр ездить. Когда слышите, да не, усатый, ничего не понимает в этом. Эти аппараты, они только для продажи воды, там, колы и так далее, они не предусмотрят хранение медикаментов. Они вообще-то сертифицированы в Евросоюзе производятся в Италии. То есть, вы понимаете, какая тундра? То есть, по-другому это... Тундра? Тундра в плохом смысле слова. Тундра есть красивые места, то есть, нельзя про тундру плохо. А это не знать, дремучий лес. То есть, реально... В тундрах такой классный автомобиль. Значит, этот... Понимаете, то есть, вот... И когда вот это постоянно надувание, раздувание ситуации... Знаете, как что-то у меня складывается такое впечатление, что вот президенты стран, про которых вечно говорят, руководители стран, президенты, про которых постоянно говорят, что они не правы, там люди живут довольно-таки неплохо. Чаще всего, я бы сказал, даже хорошо. А там, где президент вечно прав, как у нас, люди живут плохо. Понимаете? То есть, я понимаю, Санду хоронит ее команда заживо. Потому что, я честно говорю, Сергей, это никогда не нравилось, и многие воспринимали, что я хвалю. Я не могу обвинить Санду в коррупции, как обвинял, например, Дадона. Но в некомпетентности по многим вопросам, и то, что она именно слабая, и собрала кучу бездельников. И Ричан премьер, это последний где-то такой, это показывает, что людей вообще нету. Они уже использовали весь список, там уже порядка 80 человек. То есть, короче, они искали. Что плохого было, когда я вернулся в политику, первая пресс-конференция, говорю, послушайте, есть хорошие люди, я про специалистов сейчас не про, в партии социалистов. В платформе да. У демократов Плохотнюк во много, в разные времена, у Воронина, у Филатов вырывал очень много технарей. Я говорю, да есть реально хорошие специалисты и примары, есть наша партия. Соберите всех. Все, Шор, ОПГ, участвовал в краже миллиарда, дела со времен Плохотнюков в сторону. Сядьте со всеми здоровыми. А, КИКУ партия, пожалуйста, то есть, забыл как называется. Технократов у них. Короче, ну есть специалисты. Позовите всех и скажите, ребят, давайте перестанем заниматься болтанием. Так это коалиционное правительство. Да. Это они не пойдут. Блин, ну это плохо, Сергей, понимаете, ну что значит. Плохо для страны. Плохо для страны, потому что сегодня, так, ну не хотите вы разговаривать с русскими по газу и так далее. Вы считаете, что ваши какие-то внутренние амбиции и непонятно, какие там сектантские замашки, значит, знаете, вот Головатюк был послом в Москве, да, был там инцидент какой-то и так далее. По крайнейм случае, ну они обвиняли Головатюка, из-за этого раздули, вот хотел там переспать там с какой-то женщиной. Он же не хотел переспать с Гроссом, в конце концов. Но то, что он пишет про экономику, про экономику, то есть, я не хочу давать фамилии, но в разных партиях есть специалисты. Дайте министерство. Одно-одому, во-первых, некому будет орать. И каждый, вот, например, как я могу сегодня претендовать, наша команда именно на министерство здравоохранения или министерство образования, очень важное. Это не то, что у Саттва нет друзей, врачей или тех, кто смогли бы администрировать, но просто иметь министра, это ничего не значит. Нужно иметь команду, вот как я в Бельцах заходил, сразу 15 аудиторов, аудиты муниципальных предприятий. То есть, короче, нужно иметь команду, которая закроет все министерство. И я не говорю про чиновников, которые из года в год многие работают, и причем работают довольно-таки неплохо. Никто этого не хочет даже слышать. И вот это самое обидное. Потому что, если бы кто-то занимался министерство, тем более, какие у них риски, Сергей? Да никаких. У них 63 депутата. Если бы это коалиционное правительство и всех партий, они же могут в любой момент, еще есть на кого свалить неудачи, понимаете, это даже можно с точки зрения пиара использовать. Вот мы хотели хорошо, а тут пришел Усатый, Кику, Платформа Да, Демпартия, Социалисты, они нам все испортили. А вот без них мы бы там это сделали. И вот это мерзко, понимаете? То есть, почему, если Бельцах при Марии и люди, которые, они работают там и по сегодняшний день, те, про которых я сейчас скажу, фамилии не было, люди поддерживали разные партии. Кто-то был социалистов, кто-то, я помню, специалистов был у Миши Гимпу. Да, Миша Клиен, Костюжен, причем пожизненный Гимпу. Но человек был хороший, Сергей. То есть, мы не начали убирать всех и расставлять людей нашей партии, потому что у нас большинство в конституционное, причем в 15-м году, в муниципальном совете. Это неправильно. Социалисты он, либералы и так далее. Ребят, заканчивайте это. Так же, как заканчивайте лимбоностры, лимбовостры. Это вот, смотрите, те же пиарщики, я чувствую. Как только шли плохо дела в Альянсе за евроинтеграцию, не помню в каком. Выходил Миша Гимпу. Так, сквати монумент солдат 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 Солдат. Ставим монумент у лимбовостры. И давай. Полстраны Миша вперед, полстраны Мишу в Костюжен. То есть, создали ситуацию, так же, как, вспомните, миллиард украли в день, когда нас снимали с выборов. Все журналисты бегают, снимут Усатого, не снимут. Ой, вроде снимают. И в это время, товарищ Лянка, бонадзео, закрывал комбинацию миллиардов. Это не доказано. А? Это не доказано. Лянка на свободе. Послушайте, да сегодня все на свободе. Почему сегодня, кстати, вот все то, что обещали политики, и неважно это. Количество депутатов в парламенте, конфискации имущества у негодяев, особенно те, которые три раза между собой продали, становятся честными покупателями. Вернуть много украдено у жителей нашей страны. Вот это все нужно для того, что, Сергей, менять конституцию. Вот все приходят, вот мы бы хотели, но нету конституционного большинства. Я сегодня вам со всей ответственностью заявляю, мы об этом написали в 2019 году, там с коллегами разработали. Но сегодня я пойду в каждый дом, в каждое село, в каждый город страны, объяснять людям, что сегодня решение всех этих проблем, этих задач возможно только через перезагрузку страны, через принятие новой конституции. Значит цель обозначена вашей, нашей партии, тем, чтобы постараться на парламентских выборах взять максимальное процент, ну максимальное количество процентов. Да, для того, чтобы блокировать эротическо-технические страсти некоторых индивидов. Ну потому что у меня такое ощущение, что они когда учились в университетах, они смотрели только порнуху, понимаете? Причем с лошадьми, потому что то, что они сегодня изобретают и то, что иногда слышу, ну это никуда не годится, понимаете? Это просто никуда не годится. Для них годится. Есть вещи, которые... Работал хорошо Марчелл Спотарь, министр труда. Я выходил, честно говорил, что он... Хороший, мне впрочем, министр. Да. Работает Тафилат, тот, который директор железной дороги. То есть увеличивается, то есть они воспользовались ситуацией в Украине, начали увеличивать транзит, пошли... Транзит всего, в чем нуждается Украина. Давайте... Я говорю сейчас, окей, я сейчас... И то, что Украина и отправляет, не только нуждается, они много и отправляют. Конечно, зерно, например. Да. Сергей, железная дорога, это одно из самых больших оскорблений для меня, как для человека. Почему? Сергей, мы работали в сложнейших регионах России в свое время. Наши... Часть нашей команды. Ливия, север России. И когда в Ливии и других беднейших странах, где у людей реально нет воды, я не говорю... То есть Молдова по сравнению с ними супер богатых государств, и даже вот эти нищие африканские страны, у которых почти ничего нет, да, Они строили каждый год 50-100 километров железных дорог. Стоп. Здесь я могу с вами чуть-чуть поговорить. Ведь европейские наши коллеги, да, назовем так, они сказали, что они должны изменить инфраструктуру для быстрейшего перемещения грузов, товаров, войск на территории Румынии, Украины и Молдовы. В первую очередь. Это железнодорожное. Вы верите в это, что будут вкладывать деньги в развитие железнодорожного транспорта? Я не знаю, что хотят они, я знаю, чего хотим мы. Но это было решение. Сергей, я знаю про то, что должна быть ветка европейская колея, проходящая через север Молдавии, уходящая в Украину. И в этом я не вижу проблем. Потому что сегодня вот эти переобувания поездов на границе с Румынией, пассажирских, я сейчас говорю. Да, да, колесных парочек. Ну это просто бред какой-то. И пустить параллельно еще одну нитку, ну нитка это же, то есть... Европейского образца. Да, то есть чтобы не переобуваться, то есть условно хотя бы с севера Молдавии. Так как раз скоростью увеличится. Да, то есть если пустить условно Бельце-Бухарест, Бельце-Одесса, я всегда... То есть вы понимаете, у нас Кишинев лохнется, идет столько часов, что я говорил на всех встречах. Можно познакомиться с девушкой, она может забеременеть, родить и провести свадьбу. Ну в ЯСы тоже не быстро едешь. Еще раз, решим, если у нас будет какая-то станция, даже, и я говорю не про Кишинев, неважно, это будет узел... Ну, Унген это все-таки уже граница, например, Бельце. Если у нас будет качественная магистраль для сообщения Бельце-Кишинев, вы понимаете, что сегодня это вообще должно быть 35-40 минут. И Бельце-ЯСы, там мы вообще говорим про 80 километров, то есть Бельце-ЯСы еще ближе, чем Кишинев. То есть Бельце-Кишинев это 130 километров. И мне стыдно, что в нашей стране, вот появились только первые деньги, там кто-то выиграл тендер в свое время при Додоне, потом этот тендер подхватил с пыну. А я знаю, что компания, которая выиграла этот тендер, там были скандалы, там все, там кем-то из окружения, там бывшего президента Украины, там взять и соседи, не помню кто. И настолько затянули, вот выделил ли больше 100 миллионов евро на проект Кишинев в Джорджу Леште, там сорвали все мыслимые и немыслимые сроки, плюс я знаю производители оборудования, что они не хотят продавать этой компании оборудование, потому что с ней есть проблемы. Ну пока, ты слышишь, только 11 километров сделали для Украины. Не-не, это другое. Нет, другое тоже, я говорю, 11 километров. А я говорю про эту, где более 100 миллионов, понимаете? А где эти 100 миллионов? Они лежат где-то? Это выиграла тендер компания из Казахстана. Казахстана. Деньги там или деньги здесь? Где деньги на этом этапе, сколько они получили из них, я не знаю. Но меня другое задело, что началось все при Додоне, продолжил это с Пыну. И когда я с Пыну, я с ним разговаривал по телефону через три дня, как он стал министром. Я говорю, так и так, вот есть ситуация по железной дорожке. Вице-премьер-министр. Ну, я с ним говорил, как человеком, который отвечал за инфраструктуру железной дороги. Я говорю, слушай, товарищ Пыну, я говорю, вот есть компания, есть проблема, оборудования такого нет, это им никто не продаст, там вот такая, что ты мне, я там все знаю. Человек три дня министр, я железной дорогой занимаюсь еще свою прошлую жизнь, и через три дня работы министром нужна улучши меня, я знаю всех мировых производителей с руководством, акционерами, потенциалами и так далее. И тут мне олень, который вырос больше на бараньем молоке, чем на коровьем, понимаете, начинает рассказывать, то есть, короче, я вот просто говорю, все, тушим свет, тихо, и Сергей, есть? Я хочу поработать. Вот пусть они занимаются, ходят к вам в студию, на другие телеканалы, рассказывают, и дайте поработать, дайте поработать там, где мы разбираемся. Когда мы выйдем, перед любыми национальными выборами, выйду честно и в вашей студии, и выйду перед людьми, и скажу, извините, вот то потенциал, который у нас сегодня есть, вот посмотрите на них, посмотрите, чего они добились в жизни, и самое главное, значит, какие мы министерства или агентства готовы возглавить, чтобы про нас не писали в социальных сетях, то, что писали про СПНУ и некоторых других пассов, понимаете, то есть, если мы, мы же не обязаны закрыть, то есть, как, это хорошо, если будут специалисты прямо по всем направлениям, но надо выходить честно и сказать, что вот, ребята, вот эти четыре министерства готовы ответить головой за то, что там наведем порядок, и не лезть туда, как это происходило 30 лет, я помню, как бились все эти альянсы за каждое министерство агентства, потом начинали искать специалистов, то есть, сначала битва шла, всю ночь, это мне, это тебе, и так далее, и вот это ужасно. Такова наша жизнь. Но вот в заключении нашей программы ваши слова как раз прозвучали и останутся в памяти, потому что уже везде транслируются, и вы говорите. Вот сейчас, то, что вы последнее говорили, да, ну что, встретимся через годик? Нет, встретимся, когда местные выборы закончатся с вами. А что это запрет? И по-моему. А на год вы меня запрещаете? Нет, я не могу запрещать. Вы же знаете, я человек подневолен. Нет, я понял. Но в данном случае, я говорю, это все исполнилось. Сергей, важно сделать другое. Вот посмотрите, у нас с вами было не так много программ, где вот чем отличается человек, который говорит то, что думает, и человек, который верит в то, что он делает и что говорит, а тот, которому там написали, сочиня и так далее. Вот как я вам сейчас пересказывал наши программы 13-го года, 14-го, могу вспомнить программу последней, которая была в 16-м году. Сергей, знаете, почему я ничего не забываю? Может, когда говоришь правду, не надо запоминать, где ты что наболтал. И потом, когда журналисты ловят, знаете, когда там сказал одно, там, условно, в 15-м году, другое было. А сделал другое. Да, сделал другое. Или вообще ничего. Или вообще ничего. Вот, поэтому мы хотим работать. Мы сегодня, к сожалению, у нас нет партнеров. Мы являемся сегодня единственной политической силой, можно сказать, которая может быть, дать бой и быть альтернативой для граждан нашей страны. И для тех, кто разочаровался в правящей власти, их число расчет. Чтобы они не рисовали их рейтинг, там, 20-22 сегодня. 22-23, реальный пас. Что по позиции? Мы являемся альтернативой. Да, я не стесняюсь говорить, когда меня там критикуют. У нас часть наших, говорят, называют язык молдавский, сейчас называют румынским. Кого из них мне выиграть? Как я написал в один день в фейсбуке, говорю, мой отребат, он приедет. Миллиарды сафуратны, либо румыновы и молдавниасы. И там началась такая заруба, там, на тысячу человек. Нет. Ладно. Мы должны работать, а люди должны, еще раз, не смотрите на обещания, смотрите, кто чего добился в жизни. И последний момент. Пока граждане нашей страны, Сергей, не начнут относиться к нашей стране, неважно где, на улице, когда мы на шашлыках и оставляем мусор в лесу, когда мы гуляем по улице, когда мы что-то разбиваем, ломаем, когда мы, или просто бездельно. Сергей, когда граждане нашей страны будут относиться к Молдове, к своему селу, городу улице, как к ремонту собственной квартиры, у нас очень все круто в стране поменяется. Потому что, когда даже, не важно, человек, бедный или богатый, даже бедный человек, он пытается выбрать там дверь симпатичную, плитку, пусть недорогую, там кафель, но какой-то приличный. То есть, когда мы ремонтируем свою квартиру, все круто. А вот, когда мы говорим о ремонте страны, мы нам либо по барабану, либо делаем вид, что это так. Вот, к сожалению. Не надо о грустном, по барабану. Нет, это не о грустном. Все видно. Чистота и порядок в нашей стране, а я имею в виду, в властных структурах, в тех же учреждениях Молдовы. Все должны любить просто Молдову. И вне зависимости, на каком языке ты говоришь. На этом я заканчиваю программу. Всего вам доброго. Сегодня пятница. Не забудьте отдохнуть, если есть деньги. Всего вам доброго.